Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня пятница, 25 декабря. Я говорю с вами из Брюсселя, и мы продолжаем обсуждать крутые виражи американской политики. Но прежде чем перейти к политике, мне бы хотелось поздравить всех тех, кто отмечает сегодня светлый праздник Рождества. Раньше я отмечала его дважды, и в декабре, и в январе. В этом году мне не удастся отметить его ни разу из-за драконовских мер в нашем городе. Но Дедушка Мороз мне подарочки принес, и поэтому я решила посвятить сегодня свой политический комментарий именно подарочкам. Итак, черный юмор в сторону, и теперь политика. Президент Трамп наложил вето, то есть он категорически отказался подписывать колоссальный бюджет в 1,4 триллиона долларов помощи третьим странам. Я думаю, что это очень интересная тема, потому что одним из бенефициаров этой безвозмездной помощи является Украина. Ну и также постсоветское пространство. Итак, ветер перемен подул этим летом, когда посол США в Свазиленде, мадам Петерсон, сказала, она сказала это по телевизору, открыто и резко, что она не понимает, почему она, ее семья, ее друзья должны платить налоги на то, чтобы помогать бедствующим жителям из Свазини, их около 1 миллиона, в то время как король этой страны утопает в роскоши. Он коллекционирует Роллс-Ройсы, самолеты, он содержит гарем, уже некуда ставить Роллс-Ройсы, значит, он теперь покупает какие-то шикарные автомобили своим придворным, чтобы они сопровождали его с помпой. Почему так складывается? Почему американцы должны отдавать часть своих налогов в страны бедствующему населению, в то время как правящий класс просто откровенно страдает булимией, болимией, люкса? Это то, что там происходит. И я думаю, что это тенденция, которая останется. То есть, естественно, как посола она высказала не свое мнение, видимо, ее личное мнение в этот раз, конечно, совпадало, но я думаю, что она высказала то мнение и ту тенденцию, которая останется и которая продолжится в ближайшее обозримое будущее. То есть, американцы ясно дают понять, что ответственность за судьбы народов лежит на правящем классе этих стран. И я думаю, что это целиком и полностью приложимо и к Украине. То есть, это значит, люди, которые прыгают со строчки на строчку в журнале Forbes, потому что украинский олигархат очень богатый, что они несут изначальную ответственность за судьбу народа, а не американские избиратели. Потому что это достаточно странная ситуация, когда американцы должны платить налоги, спасая людей, бедствующих в этих странах, в то время как правящий класс в полном смысле бесится с жиром. Это называю вещи своими именами, потому что посол вот практически так и сказала. И что касается Украины, то я думаю, здесь еще второй интересный момент, потому что если Билл Барр блокировал расследование Хантера Байдена и Бурисмы, то теперь идет федеральное расследование. Эти слова подтвердил и сам Хантер Байден, и его адвокаты. Я думаю, что мы узнаем скоро много чего интересного, потому что никто не забыл Бурисму, никто не забыл то, что Янукович сделал с Виктором Шокином. Как вы помните, президент Трамп отозвался о нем как о честном, порядочном человеке. И все верят его словам, все верят тому, что то, что он сказал, правда. То есть когда он начал расследование относительно коррупции в компании Бурисма, то Байден, который был тогда вице-президентом, сказал, что он блокирует 1 миллиард помощи Украине, если это расследование продолжится. Это то, что утверждал генеральный прокурор Шокин. Это то, чему большинство людей верит. И самое главное, что этому также верит президент Трамп. Итак, я думаю, что в ближайшее будущее мы узнаем много интересного о расследовании относительно Хантера Байдена и его папочки. Это с одной стороны, с другой стороны, конечно, американцы не вернутся к статусу КВО. То есть вся программа вот этой помощи третьим странам будет изменена. Я не думаю, что ее вообще аннулируют. Я не думаю, что это возможно, но в лучшем случае от нее останется половина. И список стран, и проекты будут тщательно пересмотрены. Когда будет готов этот новый Биль неизвестно, потому что там около 500 страниц. Я знаю, что многие элементы вызвали горячий интерес русскоязычных блогеров, особенно гендерные проекты в Пакистане. На самом деле это всего-навсего образование девочек. Конечно, для российской публики это мало понятно, потому что такие проекты в России были 100 лет назад, при революции. Тогда надо было как-то выравнивать образование мужчин и женщин. Но сейчас в Пакистане те же самые проблемы, им нужно образовывать девочек. Поэтому там такие проекты американцы проводят, как гендерные, так называемые гендерные проекты. На самом деле это образовательные проекты. Ну, в общем, на этом я хотела бы закончить сегодняшний обзор. Конечно, я была очень тронута поздравлением президента Зеленского, который стоял у елочки. И на западный манер поздравлял западный мир, который отмечает Рождество сегодня. Но, к сожалению, я думаю, что эти слова больше никому не помогут, потому что от украинского правящего класса ожидают совершенно другого менталитета. Они ожидают от них зрелости и, я думаю, что элементарного гуманизма, потому что, конечно, продолжать в таком же духе неандертальском, в котором это общество жило до сих пор, когда правящий класс уже просто не знает, что делать с деньгами и в стране столько нуждающихся, что это порождает колоссальную миграцию, я думаю, что американцы совершенно правы в том, что так жить нельзя. Это не их ответственность за судьбы украинского народа, это ответственность украинского правящего класса. Это мои последние слова сегодня в Рождественскую ночь. Я желаю всем очень приятного вечера и надеюсь, что вы это прокомментируете.